Сегодня у нас утро. Едем вот с Шариком после утренней рыбалки. Я его взял с собой, чтобы мог прогуляться, свои дела собачьи поделать, везде территорию пометить. Это одно из главных у него. Мы подъезжаем к бывшему православному детскому трудовому лагерю Стану. Вчера мы тут приходили с Иначе, на тележке притаскивали бревнышки, жерди. И сейчас покажу, какую мы работу выполнили с Божьей помощью. Это вот. Тут у нас кельи обмазаны. Сделан каркас из прутьев. Там, скорее всего, клёна. Потому что я их не строил, не знаю. Вот они, прутья на потолке. Крыша сделана. Ну, также и сделаны стены. А обмазана глина с соломой. Ну, еще иногда добавлялся навоз коровий или лошадиный. Тоже очень хорошо скрепляет. Такие вот березки тут стоят. Ну, они без меня уже были посажены. Я уже здесь 12 лет нахожусь. В Потеряевке. Вообще на Алтае. Это вот шалаш. Мы тоже строили. Я вот тут участвовал в этом. Косил осоку, косил камыш. Все это сплеталось. С детьми таскалось. Игнать, значит, тут переплетался. Сейчас покажу его изнутри. Тут форточка вот открыта, видимо, для того, чтобы продувалось. А может, ветер открыл силой своей. Сейчас шарик. Примотаю шарик. Тебе нельзя туда. А то он мне мешаться будет. Он же там начнет метить сразу. Так вот. Сейчас посмотрим. Откроется еще не дверь. Открывается свободно. Так, тут все, конечно. Трава затянула. Немножко трудно открывается. Вот такой вот шалашик. Ой. Сейчас я попробую свет включить. О. Вот его видно. Изнутри. Еще он был сделан. Вот. Тут могло бы много мест для детей. То есть ложиться спокойно. Это все из березы, из клена там. Тут, в основном, береза у нас. Это вот окно сделали, чтобы посветлее было. Вот тоже паутинка тут. Вовсю. Паучки трудятся. Вот там вот дверь входная. Мы спали тут очень хорошо. Особенно в жару приятно здесь спать. Нет. Что-то тут мешает. Надо будет потом прийти посмотреть. Шарик верный наш пёсик. Пускай открыто будет. Потом надо будет тогда уже перед выездом закрыть, чтобы снег не намело сюда его. Вот он крест, который мы вчера установили. Вот он как выглядит. Шарик аккуратно. Игнатий наш сделал даже колючую проволоку. Напоминание о терновом венце. Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира. Сейчас шарик, я за тобой приду. Здесь вот такая вот крапива. Больше двух метров. Растёт высотой. Жгучая называется. Само название само за себя говорит. Здесь вот яма была. Вернее, она остаётся. Это яма, в которой мы брали глину. Для того, чтобы обмазывать кельей глиной. И что, так как по слову Божьему написано, что если яма, то надо оградить. Если волн туда упадёт, то виноват будет, конечно, тот, кто не оградил. Так что, чтобы этого на нас не было, надо загораживать. Каждый год подправлять. Тут крест от этого вообще упал, лежал. Вот мы его сделали. Основание столб кленовый. Отработкой его помазали. Там внутри он весь помазан в земле, которая стоит. Этот тоже. Основание помазали. Меньше гнил. Как могли. Вот эту жерть мы не ошкурили. Потом она подсохнет и ошкурим. Всё ещё. Вот тут у нас, вот это был тут умывальник железный, который сейчас возле моего дома стоит там. Вот эту конструкцию уже и делал я, потому что столбы старые сгнили. Как-то весной я заехал так же. Лагерь тут ремонтировал. Вот сам установил столбы вот эти все большие. А потом попросил Никиту Устинова, Никиту Андреевича. И он мне помог поставить крышу. Всё, установили крышу. Я её прибил. И всё, вот так вот сейчас стоит. Не убираем. Это было вот сюда. Ребятишки вешали полотенца свои. Там на нижней крючке были ножные, на верхней в основном. Ну, для лица вроде там другая у нас вешалка. Да, тут она была поперечная такая. Доска была сделана, и крючки. Там вешали уже для лица. Это именно для ног было. Вот этот, коробочка из досок. Это раньше был бак с водой, когда не было ещё железного бака. Такие ступенечки, чтобы подниматься можно было. Сюда расстилалась палатка. Это резиновая такая. Резиновая. Там потом ещё салфан стелился. И потом уже заливалась вода. Всё это сделано хорошие такие, видимо, с железной дороги. Шпалы. Здесь у нас розы цвели раньше. Сейчас, раз мы не смотрим за этим, всё заросло уже. Берёзки в этом году я брал тут берёзовый сок отсюда. Ничего хорошо набежало с разных берёзок, с этих больших. Там вот, которые вдоль ограды растут тоже. Здесь вот столбушки до сих пор стоят. Это у нас здесь была верёвка натянута. Здесь вот стояли чурки, которые уже сейчас сгнили почти что. Можно сказать, тут муравьи. Облюбовали их. Сделали своё домик. Вот они, трудяги наши. Слово Божьим, о них тоже говорится в Библии. Что ленивец, пойди, посмотри на муравья. То есть, поучись его трудолюбию. Что его никто не заставляет. Он изо дня в день трудится. В течение дня на боку не лежит, не ворочается. Как опять же в Библии сказано про ленивого, что он как и дверь на ключах ворочается, так лениво на постели своей. Сравнение. Это вот ветла. Такие вот у неё продолговатые дерево, так называются ветла. Первая В. Вот такие продолговатые листья в неё. Кустистое такое дерево, особенно издалека, когда смотришь, такая шапочка полукруглая. Вот тут электрический столб стоит. К нему провода идут. От него уже идёт развязка на кухню. Вот железный бак, который установили тоже уже позже. Это уже было при мне. Если я не ошибаюсь, Николай Пальгуев его варил, брат с Барнаульской общины. Вот впритык вошло. Здесь тополь, а здесь берёза. И вот чуть-чуть подрубили, и всё вошло идеально. Тут крантик сделанный специально, чтобы для слива воды, когда моем его. Здесь табличка висела, что Лагерстан. Вот они, даже две их. Сейчас и зайду сюда. Сейчас открою. Тут у нас закрыто. Это в основном закрывается всё от скотины. Потому что скотина сюда залазит, начинает рогами с вами чесаться обо всё. А что эти кельи разрушены для неё рогами-то. Здесь вот подвал. Когда я был здесь, уже здесь только было хранение овощей, баночек всяких разных. Ну, то есть какая-нибудь еда оставалась, если вечерняя до утра, чтобы... В основном ничего не оставалось. Редкий случай. В основном овощи хранили. Тут вот забито на гвоздик. Сейчас не откроешь её. Надо выдергу. У нас сильно притянуто. Мне не оттянуть его. Вот она. Что-то брать в руки. Вон труба. С кирпичей. И та же глина обмазана. Сверху поставлено железно немножко. Вовнутрь. Вот она. Конечно, окрушится всё. Вот видно, что есть соломка мелкая. Всё это каждый год подмазывалось и подбеливалось. Вот он написан. Музей-комплекс для бедных лагерей. То есть образец. Как почти не вкладывая денег, можно потрудиться, организовать лагерь. Здесь была столовая. Обедали. По крайней мере. Там, говорят, вон там дальше была тоже вторая столовая. Это когда было по многу народу, около ста человек. Но когда я был, уже было намного меньше. И потом это у нас было только как хранение. Здесь уже подгнило. Я пока этого не касаюсь. Может придёт время, и надо будет подремонтировать, чтобы сохранить как память. Скамеечка здесь. Вот тут в основном ребятишки сидели. И даже немножко делали только выступ. Доски такой специально, чтобы ему было удобно. И что-нибудь клали. Какой-нибудь. У нас обычно пачки газет были. Клали. И он садился. Такой приезжал у нас. С Красноярска. Яша. Со своей матерью. Вот тогда ему уже было два года. Он приезжал первый раз. Вот он сидел и ел. Учился. Это, как говорят, Игнать Ильич говорит, что раньше была вот эта келья отапливаемая. Тюмутаракань называется. То есть там под низом. Когда печку топили на кухне, шёл дымоход и туда заходил под ними. То есть тепло было. Это в основном для матерей, которые приезжали с маленькими детишками. Сейчас вот можно показать. Вот она как выглядит. Такие ли. Видно, что столб уже опускается. Тоже подгнил уже. Вот так вот. Это уже дверь. Я обвивал уже, потому что неоднократно крыльянка с неё слазила. Делал. Вот кельи. Тоже другие. Это аналой у нас. Здесь Евангелие читалось. Колокола различные. Детишкам нравился. Особенно вот этот центральный колокол. Газовый. Вот крест распятия, перед которым мы молились. Чтобы не происходило, какие события здесь всегда молитва совершалась. Это у нас вот тут пекарня. Здесь я даже смог поучаствовать, хлеб постряпать. Труба торчит. Там две русские печи. Это у нас называется комната отдыха. Здесь теннисный стол до сих пор стоит. Можно в теннис поиграть. Ну, там другие ещё различные качели храним. Вот они. Это вот две мужских кельди. То есть здесь ночевали у нас мальчики со взрослыми. Один взрослый всегда был для охраны. И чтобы не баловались, то они начинают баловаться сразу. Вот турнички различные. Для ребятишек поменьше, которые ростиком. Есть, которые побольше. Тут даже взрослый занимался. Я тоже тут кувыркался немножко. Вот это вот были большие качели сделаны специально. Тарзанки называются. Вот на столик залазит. И он от него отталкивается и летит в ту сторону. Потом опять летит обратно и встаёт на этот стол. Столик ногами. Здесь вот загородили от скотины, чтобы она не заходила. Ветки накидали. Вот это вот смотровая вышка своего рода такая небольшая. Была больше. Но она подняла и её пришлось свалить. Вот копаны шины от колёс. Здесь могли ребятишки прыгать по ним. Развилась ловкость свою. Что тут ещё показывать? Есть келья. Вот она тоже. Мужская келья. Вот нижний и верхний ярус. То есть спокойно входило 8 человек. Можно было спать. 8 ребятишек. У меня есть 7. Со взрослым. Возрослый 8. Здесь всё, конечно, подзаросло. Вот я весной тут работал. Тоже предсладал распятие. Я это всё ремонтировал с Божьей помощью. Тут у нас Виктория было много всегда. Но сейчас раз не следим, так она уже... В этом году мало её было. Просто руки не доходят. Потому что много всего работы. Особенно сейчас в этом году с рыбалкой связались. Много туда уходит и времени, и сил. Это чёрная смородина. А это виноград. Я даже в этом году его не подвязывал. Обычно в те годы я подвязывал. В этом году даже не стал подвязывать. Даже, не знаю, ничего, наверное, не будет на нём. Тем более, дождей было очень мало. Надо было поливать его. Это уже у нас тут келья. Как говорится, для инструмента лежала. Рабочая келья считалась. Но если народу много было, так, наверное, и тут ночевали тоже. Тут много всего. Можно сказать, барахла. Хотя, для кого барахла, для кого-то ещё куда-то сгодится. Это женские кельи. Вот они даже. Вот какой потолок. Там мужской, я показывал, с досок сделано. А это ещё вон. Из прутиков сделанных, толстеньких. Вот такие. Сантиметров пять в диаметре. Чуть меньше. Это вот решёточки тут клали. Сел здесь перед входом. Перед дверью. Чтобы грязными ногами-то не заходил в келью. А мог обтереть их. Вот так вот. Это шапунечек. Берёзонька. Из неё тоже брал берёзовый сок в этом году. Ну, вот так вот. С Божьей помощью всё и идёт у нас. Всё, конечно, в своё время изменится. Уже изменилось. Мы здесь раз живём в другом месте. Сейчас принимаем уже гостей с детьми взрослых. Всё это в дальнейшем будет вспоминаться. Вот здесь тоже вот надпись сделана. Музей-комплекс для бедных лагерей. Вот тут вот у нас растёт ещё мелиса. Чай. Я даже отсюда беру её на чай. Очень за фашистый чай полезный, вкусный. Ну, вот так вот. Слава Богу за всё. Аллилуйя. Вон идёт Игнать Игнатьич к лагерю. А то он перед распятием молится. Сейчас у нас здесь крест распятий. Я ждал, ждал тебя. Хотел заехать к Игорю. Можно даже поснимать. Там приехал кадовщик. А сейчас ты велосипед так далёко оставил-то. Ещё? Ещё? Я думал, что ты здесь поедешь. Нет, я здесь вот поеду. Ты решил оттуда поехать? Как понять? Похуда. Ты решил домой, покуда возвращаться? Я пока ещё ничего не решил. Ну, а я так высчитал. Ты по этой дороге. Пошёл, стоял, стоял. Нету. Ну, всё. Всё, да. Я тогда поехал. Спасибо. Спасибо.